что всем привет с вами снова я артём продолжаем проходить метро исход очень-то у меня тут так слегка поменялось освещение как вы видите теперь у меня как бы за монитором горит лампочка такая потому что очень-то лампочки у меня те которые сзади у меня перегорели в общем-то в прошлых видео не если могли заметить светили вот они перегорели лампчик в общем-то у нас нет так в общем-то и живем но все-таки нашел такие себе выход из положения потому что если например вообще без лампочки то у меня будете видеть вот так вот то есть это как вы понимаете не отцов круто поэтому мы вот так вот сделаем и в целом чтобы я как бы слегка так освещался тем самым собственно говоря дамы в прошлую часть как вы помните то познакомились с крестом так называемым знаю что не тут где-то лежит резина но смысле не лежит находится где-то 3 дрезина молодцы что батю ломали но артем как тебе моя мастерская наконец я все обустроил как планировал нормальный верстак и ящики под все инструменты и все остальное так дальше сейчас это можешь тут оружие чистить и патрона набивает ну в общем как на любом верстаке это понятно а вот такой оружейки как у меня нигде нет как ты ствол какой найдешь я образец раз и на полочку а потом если понадобится выдам в лучшем виде чистенький смазанный как новенький в общем обвес потом сам установишь я из вас всех настоящих мастеров сделаю так что учитесь оружейному делу настоящим образом а не спасибо вам с артемом что помогли нам без вас не знаю что с нами было бы проклятое здесь место не иначе еще и силанте этот кати не стоит раньше времени благодарить можете только артем удачи пожелать конечно артем пусть вас бог хранит и вам степа спасибо да что вы не стоит благодарности дядя артем дядя артем вы ведь на задание да и попросить хотела вон там баки большие если встретите там моего мишку принесите пожалуйста а его демон украл летающий страшный они там живут он демонятом своему нес наверное а я сильно по нему скучаю хотела в гости пойти но мама не разрешает там ведь электрические демоны тоже есть правда правда они ночью появляются и светятся красивые но тоже страшные немного так м так михалыч у нас там вот да ладно погнали артем я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то что ты меня из того подвала вытащил до фигня знаешь я когда туда провалилась даже не испугалась потому что знала что ты придешь и спасешь меня спасибо любимый ну беги возвращайся скорее и от радиации да что ты блин не говоришь а так так ты метрошка не лагай у меня может князя встретишь у него там нп на мосту в вагоне так что ты его расспроси что да как чтобы не ломиться с шашкой на голо ну ты понял ну и еще вон вышка справа видишь видел там людей я думаю бандиты местные за нами наблюдают оттуда еще гитару было слышно блатняк орали степан еще сходить отобрать хотел чтоб значит над инструментом не издевались может освободишь гитару от оккупации порадуешь товарищи все познаешь какой репертуар русский рок классика удачи брат и вам очень тут не кашлять в общем то да по поводу от гитары и по поводу этими шутки этими наверное заданиями мы с вами в этой части займемся так вот она утопить что тормозит меня это мне не очень тоже нравится этими заданиями дома наверное в этой части к с вами займемся потому что эти задания они нам влияют на карму и короче от кармы как раз зависит концовка собственно говоря как в общем-то всегда было в метро и мы постараемся я конечно прямо мне обещаю что получится но я постараюсь пройти все-таки на хорошую концовку вам метрошку эту хотя это очень маловероятно я в общем-то любую метроху которые я первый раз играл мне всегда получалось первым именно раз всегда плохая концовка поэтому я абсолютно вам ничего не обещаю но если получится будет прикольно так гитара у нас здесь значит да так вот слегка вот от меня бесит на самом ли то что нас легко подлагают у меня так где-то здесь должна быть гитара так погоди а как мне настройки управления как мне вот эти вот все применки их бы выбрать мне как-то если честно этого просто не понимаю слегка знаешь странно так тихо что за хер тут сейчас мне все это конечно опять же по новой надо будет слушать да то есть то что там кому-то там нужен мишка это тоже там кому-то нужна эта гитара делал просто реально пока не понимаю как туда проникнуть но в том смысле чтобы тихо проникнуть естественно вот кто в курсе очень напишите мне да вот это вот и минут врубание она именно как вырубание считается ли или как это как убийство потому что я честно сказать вообще не знаю просто вот как мне кажется это вот именно убийство они не вырубание вообще никакое типа а это там того до этого там того нормально но но поняли да я надеюсь тут есть кто-нибудь гитарка тихо блин ты тут так еще можно выше подняться и и отчего мне конечно вид то классный но и че чем не это дает так ты да блин неужели так быстрее вниз короче как то так здрасте так мишутка мишутка у нас здесь вот да но смысле вот там где-то давай сейчас за мишуткой сходим просто я как-то знаешь еще тоже там же демона у нас будут как-то сейчас лезть на демонов это как по мне очень не самое лучшее решение а вот кто такие вообще а вот тут Чудо-юдо, рыбакит. Так, ну хорошо, хоть и патроны есть. Мы их, в общем, в прошлой части так неслабо набрали. Ну, насколько я понял, то неслабо. Так, еще кикиморы. Нифига тут. Сейчас, пожалуйста, только ничего не выскакивай, пожалуйста. Вот я вот тебя просто прошу. Так. Да, туда, куда надо идем. Сейчас главное прямо, прямо, прямо. И... Ну, где-то, да, где-то... В общем, сейчас мы пройдем по шпалам. Как говорил крокодил Гена, знаешь ли, если идешь по шпалам, никогда не заблудишься. Вот мы сейчас с тобой прям по шпалам-то и пойдем. посмотрим, куда это нас все дело приведет. Еще, да, надо, конечно, смотреть по сторонам. Желательно. Смотреть по сторонам, как вы знаете, я прям мастер. Так, значит, нам туда. Ну, вот это круто, то, что он это все на карте обозначает. Потому что, я думаю, если бы так бы не было, то... Ну, в смысле, он у меня обозначал бы это все на карте, то... Во-первых, это... Куда бы дольше надо было бы искать все вот эти места абсолютно. Так, погоди, там люди есть? Не, там нифига не люди. По-моему... Так. Замечательно. Так, а как я тут пройду вообще? Да, вот так-то пройду. Так. Михалыч! Михалыч, ты где? Ух, тут радиация еще. Так, ну, как я понимаю, то он вот на вот этой должен быть. Тихо, блин! Я серьезно думал, мы сейчас свалимся. Ага, здрасте. Оно меня тронет? Тихо. Сейчас я чую, у меня хана будет. И все? Так, ну да, похоже, он не нападет. Тихо. Это я, по-моему, зря сказал. Сейчас вот прям. Так, провизию всю забираем. Демону она, все равно, я чувствую, не нужна особо. Так, нет, мы все-таки калаш возьмем. Калаш, он понадежнее. Так, ну что, значит, мы все это дополнительное, значит, сделали. Да тихо, блин, ты так шуметь-то тут. Так, на тебе что-нибудь есть? На тебе что-то было. Теперь нет. Так, значит, теперь нам надо вернуться к этой железной дороге. Еще ворону пугают тут. Неслабо, надо сказать. Значит, нам надо сейчас к этой же к дороге вернуться. О! Нифига там. Не, я лучше не буду тут это все смотреть. Потому что, я конечно понимаю, что это все очень красиво. А, это эти аномалии, что ли? Просто вот, как мне кажется, это очень похоже на аномалии. Так, тут что есть? О, вот это прикольно. Вот это давайте, пожалуйста. Так, давай-ка мы... Все-таки, я думаю, этот пистолет на калаш поменяем. Потому что так будет спокойнее с двумя автоматами, знаешь ли. Я, конечно, более вот чем уверен, что у них этот одинаковые патроны. То есть, как бы, используя два автомата, мы так еще больше патронов тратим наших. Но, как-то мне так спокойнее просто. Так, погоди, тут у нас этот прибор же ночного видения есть, да? На эмон. А, его нет пока, что, по-моему, похож по сюжету. Грибочками сейчас пособираем. Грибочками сейчас пособираем. Грибочками. Грибочкам. Грибочкам. но ты не идиоты конечно так все погоди подождем пока он не он в эту сторону смотрят сейчас подождем до пока он отвернется пойдет в ту сторону мы сейчас отсюда вылезем нет светится еще все пошел отлично я надеюсь мы тут пройдем так давай к по этой стороне тут у нас значит товарищ ходят сейчас не шуметь с ним вот это сейчас нормально было и сейчас у нас где сэйф будет по идее там где мы этого где мы михалыч подобрали да потому что если он там то это просто очень хорошо мы сейчас это быстренько туда спускаемся вниз там убираем сталкера и идем но просто как бы не будем так что прям чисто изучать всю локацию хотят конечно опять же да вот можно да я думаю мы сейчас это пойдем кому к тому автомату или мы тут автомат уже взяли тогда мы автомат уже взяли ладно значит погнали короче отсюда куда-нибудь пугать вообще пипец эти твари это я просто на этой на растяжке похоже да по подорвался так значить мы идем на сюда так чем к давай не дрейф прорвемся мы с тобой мышц не мы мы не такой стоит видали блин аномалий вот вот реально он как будто тут stalker то есть я вот помню я конечно не проходил полностью stalker но вот именно от метро иксоидос он вот прямо вот этими вот своими открытыми местами он очень мне stalker напоминает как что то что я конечно в него играл но я в не игра как там совсем чуть-чуть вообще-то буквально там пару хуйстов сделал вот от метроха она вот эту ты на конкретно она конечно прям вот именно своими открытыми пространство она мне очень есть участок stalker напоминает так чё тут а мы дошли здрасте че аномалия а где вот это вот сама все дрезина или что-то мне на помню нужна дрезина как раз дам здорово ну здоров брат по крови что не заметил меня вот и другие не замечают а я тут уже как родной слышал ты на терминал за дрезиной но тогда слушай чего я тут на разведывал вход в терминал как я понял с воды счастью там есть пристани лодка видно святоши постарались внутри похоже одни зверолюди он видишь заправка там бандиты я так понял они там святош ловят тем терминале как медом намазано пока я тут сижу уже троих так взяли глянь на вот то здание там бандиты пленников держит то ли выкуп ждут то ли что но измываются над ними страшно я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал но он ни в какую я его понимаю но все равно мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали в общем еле сдерживаюсь ну ладно руины те видишь там бандитский лагерь есть снайперы как минимум один с крыши частенько прицелом блестит так что в психическую я бы на них не ходил мост сидит в глухой обороне боевики их носа не высовывают явно ждут что мы их штурмовать будем так что о них сейчас беспокоиться нечего конечно когда выдвигаться тебе решать но в темноте обойти бандитов будет попроще в общем решая я обратно на пост даешь понял то что блин в темноте бандит в пойти будет попроще блин и за 10 метров рядом с собой не видят ну как бы блин они видят но они как-то дольфи его увидят как мы это уже выяснили так значит здесь они держат пленных как я понял ну чё будем пойдем освобождать что ли да чё попробуем что ли так вот там вот есть сарай какой-то сейчас в него сначала в него сначала пройтись посмотреть что в нем есть в нем есть в 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 а давайте полезли и 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 Как вы понимаете, сейчас мы слегка подождем, пока она загрузится. Я думаю, мы не будем спасать там никого в этом сарайчике. Сейчас мы просто пойдем как бы дальше по сюжету, потому что... Ну, сейчас вообще глянем на карту. Как я понял, где мы что-то можем сделать, там у нас появляются, соответственно, эти метки на карте. Так что, если мы, собственно говоря, здесь делать ничего не сможем, то, соответственно, зачем нам сюда лезть? Правильно, правильно. Так, давай-ка ты сейчас побыстрее у меня загрузишься. Вот она что-то не хочет быстрее грузиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!